Я вот кашу травы, этот маленький кусочек, снимаю видео, слежу за божьей коровкой и чувствую, как у меня побаливает та таранка, за которую я сейчас делаю перевязку. Не такая и большая, не такая глубокая. Уже почти зажила на стопе, но вчера и позавчера я много походила и ее как раз растревожила, эту рану. И она немножко сочится и, значит, надо было два дня сидеть, чтобы она лучше зажила, быстрее, да и все. И вот сегодня я сейчас тоже чувствую, походила, она уже с утра не валял. А сейчас я немножко хожу и она напоминает о себе. Я думаю, что вот так старые раны, это у меня маленькая, не старая, просто заживает. Я уже думаю, ага, все хорошо и хожу, двигаюсь, ни в чем себя не ограничиваю и растревожила ее, не дала ей хорошо зажить. А вот так у кого старые раны есть, может быть, не зажившие. А может быть, они зажившие, но все равно они уже, если их коснуться, они могут тревожить, болеть, напоминать о себе. Так надо чем-то заживлять. Я пользуюсь мазью. И причем я пользуюсь тремя-четырьмя видами мази. И есть такие, которые сейчас уже современные, есть даже такие там, как жир эму, есть на основе. Воска пчелиного. Вот она, как раз о ней думала. И живицы. Вот об этой мазе, об этой мазе живицы хочу рассказать. Мазь живицы для ран, чтобы они скорее заживали, не оставляли после себя никаких следов. Даже есть несколько разных ран, то есть мазей для разных, разной стадии заживания. Потому что рана иногда как-то дряпается, когда она заживает. Она так зудит, иногда стягивает. Вот. А подмазишь каждый день разным под лейкопластырь и ранка заживает, даже не остается следа. Лучше бы так было. Какая красавица. Лучше бытьses. Лучше. И uponскорство. Подписывайтесь на канал!